Ей было 27, и это, пожалуй, самое страшное во всей этой истории. Ей было 27, и этот заголовок облетел практически все мировые смы, подобно молнии. И главная причина – талантливая английская певица Эми Уайнхаус попала в клуб 27-летних. Первым из приступивших к эту черту был Джимми Хендрикс. Он был найден мертвым 18 июля, опять проклятый июль, в том же Лондоне. И следом за ним через 10 месяцев от передозировки погибла Джеймис Джоплин. Блюзовая икона тех лет ушел лидер группы Дорс Джим Моррисон. А в 1994 году к этой группе присоединился Курт Кобейн, лидер группы Нирвана. В музыке всех этих людей есть что-то общее. И те, кто любит эту музыку, наверное, согласятся со мной. В этой музыке есть какая-то недовысказанность. А можно быть еще точнее. Мне все время казалось, что это подростковая музыка. Это музыка, в которой есть очень много попытки проявить себя и очень мало попытки сообщить о чем-то людям. Один из величайших психологов возрастных 20 века, Мерриксон, считал, что 27 лет – это время поворота. Как бы поворота на оси, когда человек от себя должен поворачиваться к людям. У Эмми Уэйн Хаус, как и у всех остальных, кого я вспоминал, этого не получилось. Самое ужасное, что во всех этих ранних смертях наши молодые люди видят даже романтику. Что-то вроде такого романтического образа жизни, принесенного на плаху творчеству. Этакая жертва богу творчества. Да и разве должна быть длинная жизнь творца? Сгораем, как матыльки. Существует огромное количество романтических образов, которые подсаживают на наркотики. Вообще эта проблема, проблема наркотиков и творчества, составляет старую и болезненную для нашей жизни мифологию. Очень многие современные молодые люди убеждены, без химических веществ творчество невозможно. Чего-то не хватает. Не хватает энергии, сил. И миф заключается в том, что химические вещества необходимы. Они и создают прорыв творчества к чему-то новому, необычному, к какому-то иному, оригинальному видению мира. А без них ничего сделать нельзя. И поэтому, мне кажется, смерть Эми Вайнхаус так важна для нас. И за этой смертью неминуемо последуют тысячи и тысячи смертей, которые будут связаны с косвенным или прямым подражанием Эми. Она принесла свою жизнь в жертву молодости и творчеству. Ну, конечно, я не абсолютен. Но пытаться как-то объяснить, что же происходит с человеком в настоящем творчестве, каким образом это творчество подменяют или симулируют наркотики, мне кажется, все-таки необходимо. Хотя это сложно, потому что требует как бы в коротком сюжете говорить и о том, и о другом. Подчеркну, что мы сегодня говорим о творчестве, а не о творческой работе. Ну, например, актерский чос или создание каких-то полотен, украшающих дизайн интерьера, мы иметь в виду не будем. Мы будем иметь в виду под словом творчества процесс появления чего-то нового. Новые идеи, новой музыки, новой картины. Чего-то, что содержит в себе вот ту самую так уж деленную оригинальность. Творческий процесс состоит из трех этапов. Из фазы поиска, фазы индукции и фазы инсайта. Фаза поиска – это фаза изучения. Вообще говоря, фаза нахождения некоторой системы языка. Сюда входит и обучение, разумеется, тоже. Потому что для того, чтобы нарисовать картину, человек должен в совершенстве владеть кистью и красками. Для того, чтобы создать мелодию, человек должен владеть нотной грамотой и принципами композиции. Для того, чтобы написать роман, человек в конце концов должен уметь писать и выработать в себе какое-то отношение к собственному опыту. Это тяжкий труд. Это постоянное напряжение. Можно даже назвать это фазой напряжения. Третья фаза творческого процесса – инсайт, озарение. Без фазы напряжения абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно, если хотите, потому что так устроен принцип удовольствия в организме вообще. Нет напряжения, нет и расслабления. Если человек не ведает, что значит напрячься, ему становится непонятно, что значит расслабиться. Типичный пример – это детям в детском саду, дошкалятам. Очень трудно объяснить, что значит расслабить руку. Потому что руки и так находятся все время в состоянии расслабления. Для того, чтобы это объяснить, нужно, например, заставить их отжаться от стола или от парты. Тогда становится понятным, что такое напряжение мышц и что в себе надо допустить. Мы так устроим. И самая знакомая в каждой модели творчества – это модель достижения оргазма. Интимный акт – это процесс, который состоит из напряжения и расслабления. Если хотите, там даже есть некая фаза индукции, которая заключается в взаимных ухаживаниях. Нельзя находиться в состоянии сплошного оргазма. Это приведет человека к гибели. Чем выше напряжение, то есть возбуждение партнера, тем сильнее, полнее случившийся оргазм. Тем больше удовольствия он человеку доставит. Чем больше сил, внимания мужчина потратил на женщину, для того, чтобы добиться ее любви или ее близости, тем более ценной она ему кажется. Мы очень часто даже ценность незаметно меряем степенью напряжения, которое нам нужно приложить к тому или иному человеку или объекту. Главная проблема связи наркотиков и творчества заключается в том, что любое наркотическое опьянение чем-то напоминает фазу инсайта, вот той самой эврики, открытия новой мысли или новой идеи. Молодые люди в рамках нашей культуры не хотят знать о существовании напряжения. Они его боятся. Они хотят достигнуть инсайта, не проходя вот эту самую первую фазу познания или фазу обучения языку того искусства, того дела, в котором молодой человек хочет себя выразить. Я думаю, что наркотики позволяют нам понять одну необыкновенную древнюю проблему, которую Библия обозначает как главную проблему рода человеческого или проблему первородного греха. Для того, чтобы понять связь между наркотиками и творчеством, нужно начать сначала, буквально, с Адама и Евы, с книги бытия. Я считаю, что суть первородного греха заключалась вовсе не в желании человека быть как боги. Это желание абсолютно естественно и нормально. Ну, хотят же дети стать как свои родители. Ничего удивительного в этом нет. Суть рассказа о первородном грехе, это, кстати говоря, термин блаженного Агустина, не самый ранний. Суть первородного греха для меня заключается как раз в поиске волшебной палочки или химического вещества. Суть не в желании быть как боги. Суть в желании стать богом мгновенно, вот прямо сейчас, не потратив ни мучений, ни усилий. Вот поэтому Бог говорит, пойдете и будете мучиться. Змей предлагает им волшебный способ быть как боги. Он предлагает им волшебную палочку, фактически, ту самую волшебную палочку, о которой мы мечтаем в юности. Достаточно одной таблетки, точнее говоря, достаточно съесть одно яблочко, и все. И вы будете как боги. Чем занимался Адам в раю? Он именовал животных. Раньше люди жили, языческое племя существовало кланами или тотемами. Каждый тотем или большинство тотемов носило имя животного. Разные характеры, разные человеческие качества всегда символизировались в виде животных. То же самое происходит в баснях, сновидениях, сказках. Я думаю, Бог предлагал человеку развитие. Сначала научись понимать себя, научись укращать своих внутренних животных, а потом уже иди и царствуй над миром. Это короткий видеосюжет. Я его прощаю. Змий сказал Адаму и Еве, все эти трудные и малопонятные вещи по именованию своих внутренних животных – это фигня. Как современный наркоторговец, он сказал, на тебе яблочко, и сразу будешь как Бог. Вот это слово «как» он забыл объяснить. А Еве и Адаму вместе с ней этого хотелось, как хочется этого современным подросткам. Вот махнуть волшебной палочкой, и чтобы у меня все было, и ничего мне за это не было. Разве это не желание сохранившееся в душах каждого из нас, даже самых взрослых? Чего же мы тогда удивляемся влиянию, волшебному влиянию наркотиков? Мне кажется, что Теренц Макена, который вообще когда-то предположил, что яблоко из мифа о первородном грехе – это галлюциногенный гриб на самом деле, ошибался. Это просто универсальный образ волшебной палочки, философского камня, того, что должно мгновенно дать человеку влияние, власть. А влияние и власть мгновенно сожрать нельзя. Хотя подавишься по той простой причине, что у тебя нет достаточного количества знаний, языка, интерфейса, позволяющего человеку управлять миром. Но потребительская цивилизация, реклама, маркетинг, пиар направленная целиком на продажу волшебных палочек. Купи прокладку, и будет тебе счастье. Бежим! Ха-ха! Не одной ягоды! А у меня есть волшебная дуночка! Малина! Черника! Мишеника! Глиника! Поэтому наши дети все время хотят творить мгновенно. Шиллер мне очень нравится. Замечательный и очень по-русски. Называл рождение новой идеи или новой мелодии неожиданностью души. Никто не знает, откуда приходит эта новая идея, если она приходит не из психического мира, не из сознания самого Творца. Психологи считают, что она приходит из коллективного, бессознательного, из архетипов или внутреннего ресурса. Романтики скажут, что ее дарят духи, то есть музы. Верующие скажут, что они приходят из той самой сферы, которую называют единым Богом. В действительности это не важно, что наркотик, симулируя проникновение нового, к этой сфере не имеет никакого отношения. Это не Бог, не коллективное бессознательное и не внутренний ресурс. Это некоторый товар, продукт, созданный людьми. Существует давний устойчивый миф о том, что существует, о том, что есть вещества, которые открывают дорогу к иным мирам, заключенных внутри души. Я убежден, или, по крайней мере, я принадлежу к числу людей, которые убеждены, что это не так. И вот почему. Понимаете, какая штука? Химическое вещество взаимодействует не с Богом внутри души, а с вполне конкретными материальными нервными клетками, окончаниями, синапсами, рецепторами и очень сложной системой, которая существует внутри клетки. Воздействие каждого конкретного вещества, обратите внимание, у каждого конкретного человека, создает определенный паттерн восприятие ну, скажем так, некую мозаику из вот этих возбуждений, которые возникли на поверхности нервной клетки. Это мозаика возбуждений и воспринимается человеком как опьянение некоторым вещества. Наркоман скажет, что это мозаика возбуждений вызывает кайф. Мы вообще предпочитаем мыслить стандартно. Мы предпочитаем использовать в своем восприятии сформированные в процессе обучения, вовсе не обязательно наркотического обучения, устойчивые паттерны. Ну, вот, например, если в банальном психологическом эксперименте по исследованию памяти человека просят запомнить ряд случайных чисел, и он какие-то из этих чисел не запоминает. Выясняется, что даже когда ему объясняют суть эксперимента, если этот эксперимент повторить через какое-то время, то он будет пропускать те самые числа, которые не запомнил во время первого эксперимента. То есть даже числовой ряд человек видит исходя из какого-то устойчивого собственного паттерна восприятия. Проблема творчества это проблема преодоления той системы стандартных паттернов, которые дают образование. Но их надо не просто преодолеть, то есть выкинуть, их надо использовать, потому что в этих паттернах заложен тот язык окружающих людей, например, зрителей, слушателей, которые тебя будут воспринимать. Если ты будешь говорить на каком-то совсем другом языке, то этот разговор станет абсолютно бессмысленным. Создание паттерна опьянения, то есть вот этого самого понятия кайф, он может быть очень разным. У каждого человека этот паттерн чем-то отличается. Здесь схоже на самом деле только изменение сознания, которое наступает, а внутреннее содержание у каждого человека свое. Но вся беда в том, что при каждом следующем опьянении мозг упорно будет воспроизводить не новый паттерн сознания, а тот же самый. Вот тот, который человек обозначил как для себя, обозначил как кайф. И поэтому весь творческий процесс, связанный с опьянением, неминуемо пойдет по кругу. Он начнет повторяться, раз за разом повторяться. Человек, например, музыкант или художник, это будет бесить, потому что даже если окружающие будут не очень замечать этот процесс, то он сам будет его чувствовать прекрасно, что вот его мелодическая мысль ходит по кругу, по кругу, по кругу и никак не создаст ничего нового. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что я не очень хорошо знаю рок, но вот джазовые музыканты об этом писали, и писали много, об этом очень много можно прочесть в книгах о Майлсе Дэвисе, Калтрейн, легенда джазового саксофона, икона джазового саксофона, говорил, что я не могу играть под героином, потому что когда я играю пьяный, я играю не себя, я играю героин. А Майлс Дэвис, о котором я вспоминал, он многократно говорил, что он создает музыку, преодолевая наркотики, потому что наркотики и музыка это два абсолютно разных начала в душе человека. Впрочем, разговор-то этот начин Шарль Бодлер, который, насколько мне известным музыкантом, не был, а вот книгу написал. И он писал о курении и опия. Он писал сначала человек чувствует, что он курит трубку, а потом трубка начинает курить его. Что это значит? Это, в общем, значит, что одно и то же восприятие ходит и ходит, ходит и ходит по кругу. Причем образующийся паттерн это паттерн кайфа, паттерн опьянения, а не конкретного наркотика. Поскольку принимая совершенно другое вещество, человек все равно будет искать в этом изменении сознания признаков того знакомого ему опьянения, как человек будет пропускать те же цифры в каком-то другом ряде случайных цифр, поскольку именно это состояние он обозначил как кайф. Когда я пьян или я под кайфом, у меня должно возникнуть вот это состояние сознания. И оно возникает независимо от вещества, по той простой причине, что начинает работать то, что в медицине называется плацебоэффектом. Знаменитые лютые героиновые наркоманы 90-х годов, по крайней мере в нашей клинике, почти сплошь те, кто остался жив после 27-ми, а это старость для наркоманов, перешли на банальные алкогольные запои. Почему? То потому, что возник миф, очередной миф, что это похоже, что если напиться как следует алкоголем, то это будет напоминать опьянение опиатами, хотя химически никакой связи между действием этих двух веществ нет вообще. Время субтитры Продолжение следует...